Визит в свой личный кабинет на портале электронного правительства ЕГОВ обернулся для Анны Иваненко неприятным сюрпризом. Девушка неожиданно для себя узнала, что буквально накануне кто-то запрашивал ее личную информацию, да еще и получал справки на ее имя. Справки на меня какие-то взяты, адресная справка и справка об отсутствии и наличии недвижимого имущества. Но я такие справки не получала, то есть они мне ни к чему, не было надобности. Естественно, я начала распечатывать и смотреть, что это произошло в 7.44 вечера, когда я находилась по средам, именно один день в неделю нахожусь на учебе. И до 8 часов. Соответственно, я не могла физически взять эти справки, вот что меня и насторожило. Одними возмущениями около компьютера Анна решила не ограничиваться и обратилась в Алмалинский ЦОН за разъяснениями, так как сотрудница именно этого отделения, как выяснилось, и выдала те самые справки. Но внятного ответа специалисты ей так и не дали. Сообщили, что информацию запрашивал сотрудник банка. Все данные ему были тут же предоставлены, без какой-либо доверенности от самой Анны. Даже думаю, что это какие-то мошеннические действия, потому что в каких-то мирных целях вряд ли будут без моего присутствия, без доверенности, без моего согласия брать мои данные. И для чего они должны быть использованы? Только для каких-то корыстных целей. Ответ сотрудников ЦОНа Анну совсем не устроил. Поэтому уже сегодня девушка обратилась к юристу, который и посоветовал ей срочно написать заявление в полицию. Получается получить информацию о ее имуществе, ее персональные данные, где она проживает, для каких целей, пока нам неизвестно, но их действия мы рассмотрим как незаконные. Ответственность за это действие предусмотрена Уголовным кодексом статьей 147-й, разглашение личных персональных данных. Об этой ответственности, причем уголовной, сотрудники ЦОНов, как оказалось, знают, так как при приеме на работу подписывают специальные соглашения, а не разглашение личных данных своих клиентов. Поэтому за такую безответственность специалисты тут же были наказаны. Наша сотрудница вину свою полностью признает. Мы приносим свои извинения Анне Александровне за такие действия. Это, конечно, был единичный случай, с которым мы будем разбираться и будем жестко наказывать. В настоящее время руководитель отдела, также сотрудница, которая допустила данное нарушение, отстранены от занимаемых должностей. Пока полицейские ведут расследование, в ЦОНе начали свою служебную проверку. И, как оказалось, уволенные сотрудницы сообщили, что справки на имя Анны они выдавали вовсе не по просьбе банкиров, а по требованию специалиста одного из ТОО. Сейчас нами направлены соответствующие запросы, как в Фортебанк, так и в Альфа-банк, в эти ТОО компании «Глобал», кем являются им эти сотрудники, какие у них есть доверенности, какое они имеют отношение к этому случаю. В ЦОНах также посоветовали казахстанцам привязывать свою электронно-цифровую подпись к номеру телефона, так как в этом случае на ваш мобильный номер сразу же будет поступать информация о каждой выданной справке или запрашиваемых на вас данных.